так подождите как-то так мир тебе с миром или расскажи пожалуйста свою историю как господь тебя нашел как он тебя привел свою обитель как ты в чат попал как-то игнать тихон сейчас 3 вот свой путь к богу от рождения вот как ты себя помнишь и до того момента как ты стал верным на рабом христовым я тебя внимательно слушаю от рождения я помню вот когда лежал в люльке где-то в кроватке ли очень хорошо бабушку помню и мамину и папину как они первый раз меня увидели ну и возрадовались конечно вот такой вот он лежит ребеночек вот это я хорошо помню вот и помнит мамину особенно марию они обе мари его отца баба маша я помню когда она уходила уже вот я отходную читал и она также на меня пристально посмотрела как как тот первый раз память да вот так же вот она посмотрела так и отошла они верующие но они как такие ну как как сказать ну вот советское время гонение же было на веру и то есть они все скрытно все делали понимаешь чтоб никто не узнал там лишний раз вот вот так три года меня крестили отец решился крестить у нас был храм и есть храм крестовоздвиженский он не закрывался он как показательный был то есть видимо в городах вот в областных центрах показательные храмы они были советское время ну что как будто какой у нас для нее нет у нас даже вот храмы еще вот посмотрите там для иностранцев там и вот он был храм и он туда меня сносил и меня по всей видимости но я так думаю что крестили как положено полным погружением но но все равно было сомнение потому что кто его знает и вот но потом я расскажу как я пришел к полному погружению так вот и в этом храме самое то интересное к священству приходил отец яким лапкин то есть он там служил он там служил кем ну там кем панамарем ли ну то есть церковно служителем был в каком городе в омске в омске крестовозвиженский храм и вот как раз вот этот дьякон старенький белый весь седой красивый вот дмитриев как же его я не помню какое имя он приезжает постоянно вот на праздник там деревне ну на 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 престольный праздник вот анфима никоминист туда потеряет код друг они дружат до сих пор вот то он приедет к отцу яким то отец яким когда он посещает он он у него останавливается вот он был у нас один раз ко мне приходилось вот мы встречали и вот он как раз от отца дьякона он приходил так вот и бабочка рассказывает и аким что когда уже его вот-вот дело шло к рукоположению он в последний момент ну испугался там засмущался и хотел убежать от греха подальше как говорится но и но его убедил вот этот дьякон остаться восстановись будь будь тверд там и все ну то есть как бы его успокоил и утвердил в мысли что все-таки нужно принять нам священство вот это отец таким рассказывал тебе сколько лет сейчас я с 78 года 42 42 года почти 140 лет назад что как крестили и вот и отцу от и отцу моему виктору он упокоился вот 6 декабря в прошлом году 19 как раз перед этим мы так с мамой говорим хорошо что он ушел перед кардебалетом с этим с новой модной этой болезни вот родители верующие были родители но они верующие опять же ну они не церковные абсолютно люди пошли они ничего не понимали попов они остерегались и правильно кстати делали вот потому что она особенно советские отцы звезды не как называли ну там то есть это удивительно вот как раз отец таким что вот так еще что он вообще принял священство он же как раз из-за этого-то и хотел убежать сломя голову от того что там творилось у этих во всех советского до советской церкви то есть показуха сплошная как бы имитация ну ладно это особо это другой уже раздовор я смысле ушла сюда хотел я сказать про в общем тебя покрестить и вот отцу потом да и отец потом пострадал его стали пгб вызвали там стали там что ты делаешь вообще ну то есть ему хорошо по шапке да веру пострадал да да вот ему хорошо да и он кстати а крестили и меня и брата еще старшего андрея да нас обоих крестили вот еще но он тоже был постарше не знаю о скорее всего облили потому что он уже была я-то маленький ну не знаю три года меня ну то есть вот так вот как это все голопом по европам через ну вот и и смотри номера помазание было что такое миропомазание это благодать духа святого она как бы передается и вот я как помню что у меня вот это вот совесть она была всегда живая все детство там все то есть какие-то такие грубые кита страсти огульное вранье там все остальное не свойственно было то есть я ну я отгребался как от этого она противно мне было и совесть постоянно меня обличала там в храм вы не ходили семья ваша с храмом никак не была связана и но ты знала боги что бог есть и я знал знаешь что я любил ходить на иртыш но уже уже в таком возрасте отра отра где-то 12 лет где-то наш 14 я ходил на иртыш и с ним разговаривал благодарил его там все солнце ну солнцем там с иртышом вот так знаешь ну такое какое-то не то что там я бы обогтворял но я думаю что это все живое а я думаю что это живое все и вот я это так как-то вот обращался как будто вот не знаю куда матушке природе да вот что-то такое вот да вот я тоже проходила оно само оно из себя просто шло то есть нужно кому-то вот высшего силе какой-то все равно нужно с ней поговорить там вот поблагодарить о чем-то или попросить ли еще что-то вот такое было я помню вот а потом 90-е годы уже знаешь 16 лет когда подходила 15-16 90-е годы как раз разгули вот этого беззакония все двери пооткрывали до в европу на нас хлынула грязь там и все и мы и нас это волна мой возраст это все захватило и пошел такой подростковый криминал так вот это все пошло первая сигарета там по кругу пущено знаешь мудрого там голова там кружится все ты взрослый потом а за табаком пошла и конопля ну то есть вот так и мы стали хулиганить прям уже и не по-детски где-то вот а ну то есть притеснять ближним как не ближе просто людей до подростков там обманывать их и ну а у меня совесть тоже жива была я когда вот мы я чувствую что мы уже перегибаем палку я своих там сотоварищей так скажем я их осаживал так что дальше как бы не идем остановим а им это не нравилось и они как бы на меня зуб точили из-за этого вот такое помню и ну и в итоге они решили от меня избавиться там против меня стали измышлять всякие ковы козни там и так далее вот такое помню из сообщества да и знали когда уже они увидели что я не иду до конца наоборот их останавливаю ну вот прям чтоб мы совсем не загрубили кавычка вот так и вот смотри цитата хорошая есть к этому к место вот и риме 21 глава вот и народу сему скажи ну то есть от имени господа и повествование да и народу сему скажи так говорит господь вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти кто останется в этом городе тот умрет от меча и голода и моровой язвы а кто выйдет и предастся а так но тут уже дальше это я к тому что путь жизни и путь смерти зачем вам умирать изберите путь жизни но это другое где-то место и вот а я бы как раз вот в обе как бы очень плотно встали вот на этот путь смерти получилось и а я это прям чувствовал меня вот ну знаешь прям такая интуиция да и вот божья рука да да и это чувствовал и и в итоге вот знаешь вот сейчас несколько ярких моментов таких вспоминаю ну например мы решили там по сути дела будут блуд сотворить да и такие раз все там собрались там на квартире все и нас это ну там девчонки мальчишки так можно сказать и уже нас несет там во весь и и вот и смотри и отзыва звонит отец а такого не ранее ни до ни после не было просто звонит мне как-то а нет я ему звоню вырубок можно мы там это остаться остаться а он не говорит такие жестко мощно я если не придешь я тебя убью сейчас домой понимаешь то есть я реально испугался все я извиняюсь там целя пошел вот понимаешь ну ангел-хранитель вот так через отца действовал вот один момент потом я хоккей с мячом мы занимались профессионально ну то есть хорошая команда была тренер с любовью к нам относился и мы ему взамен отдавали ну то есть лучшая команда омске и даже по россии ездили выигрывали так вот иду на тренировку и чувствуюсь а мне 18 лет еще же нету а я чувствую себя стариком вот раз весь такой раз знаешь вот сердце колет там голова кружится там одышка какая-то весь разбитый и вот ну старик стариком а я очень сильно испугался то опять же вот знаешь вот такой страх какой-то я не знаю от от макушки до 5 прям раз меня так прошелся мне страшно стало и думаю не что-то с этим надо делать ну а все равно же тебя тебя уже по инерции несет волна беззакония да ну а совесть тебе вот так вот тормошит тебя вот ну и в итоге я пришел на тренировку а у нас там есть дмитрий а за него молюсь он уже усок дима большой такой под два метра здоровый парень ну он я захожу там в раздевалку он меня там здорово там кальмар по кличке а я его по его тоже там здорово там тоже по кличке назвал и как-то ему это не понравилось хотя раньше вот все это всего задело как-то ну я до форму одеваю уже все как будто все прошло а нет его за дело он подходит мне с колена со всей силы бах мне в голову стена я об стену ударился и сотрясение мозга там все внутричерепная травма ну очень жестко и димка сам он шок говорит я наделал он меня быстро отвел диспансер и я залег в больницу где-то не знаю месяц не месяц но надолго несколько недель и вот там как раз больнице я понял что я путем смерти иду и что вот я уже скоро несколько шагов и уже сыграя в ящик как говорят это был сапог божий уже да это это мощная была такая оплеуха такая прям серьезно как вот в ммм с колено все и вот я стал переосмысливать то есть я понял что если я дальше пойду все ну опять же смотри страх вот какой-то страх который вот видимо он спасительным в этом плане и я стал думаю нет все ногти в чем тогда смысл я стал задумываться чем смысл то вообще откуда я пришел в этот мир и куда я биту как не все и вот в больнице я стала дабы сильно переосмыслил я понял что все надо оставить то есть я оставил выпивку оставил там курио тоже и стал искать смысл театр я драм театр все я не выходил оттуда знаешь все посещал почти что каждый этот музыка там философов шоппингауры там ницше кого ну то есть поглощал духовно да решила формат нет у меня и смысл я искал вообще если вот этот путь он меня ведет к смерти какой-то другой хороший путь надо найти я же все таки самоутверждение да можно так сказать то есть цель жизни было самоутвердиться там где-то вообще понять вообще ничего не было просто пойми я понял что если в чем если я иду к смерти а в чем вообще когда смысл в чем тогда что я родился что бессмысленно жил раньше а тут на тебя смысла не видел вообще в чем смысл если вот этот путь он меня вот так вот я вижу что он ну как бы огорчение приносит ближним да вот я делаю так что они все страдают от моих дел как бы и мне тоже сейчас уже плохо стало как вот я понял что какое-то безумие то есть нету неразумности нету я стал искать ну просто за чё зацепиться ну чтобы была мотивация дальше то жить а иначе зачем смысл вот не знаю самого как это назвать самоутверждение просто поиск для того чтобы жить поиск смысла для того чтобы жить чтобы тебя ну хорошо ты начал посещать и начал посещать там вот театр это сказал ты смотрел и искал я проверял там посмотрите да 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 я стал проверять искать лицей там 66 лицей вот я пошел удивительно меня выгнали со школы за за плохое поведение то есть меня сначала на второй год оставили за поведение не за евро не за а потом выгнали сказать все иди мы уже досталось но это девятый класс а потом 10 11 я уже за ум когда стал браться думаю я пошел пешком иду к куда мне какой мне идти заведение и пришел там почти практически самый такой элитный в городе омск один из хороших из элитных заведений пришел где у вас директор ну иди вон директор я я хочу вас учиться ну хорошо вообще удивительно все выше у нас учиться и все 10 11 это совсем другое то есть это такие хорошие хорошее время время где поиски начались и такие но это душевное больше было наш не духовное душевное вот такое вот все хотя надо дать должное вот 62 школе да где с 1 по 9 классе учился у нас была там учительница русского языка людмила алексеевна она пережила блокаду она блокадница ленинград и она была очень совестливая очень талантливая очень такая строгая очень строгая но строя как сейчас понимаю строгость такая как у игнатия тихоновича ну такая прям разумная настоящая с любовью и вот она у нас вложила ну кто хотел взять конечно я вложила вот это любовь к слову знаешь вот это русскому языку вот это все и к дисциплине там вообще она нас полностью то есть она нас воспитывала больше не учила просто знаешь а именно вот такое вот воспитание повсехватное она так влияла ну это педагог от бога господь туда поместил это было еще в там где она говорит она меня тоже двойки поставил по поведению она вызывает родителей вот он у вас он сам то все улавливает как-то непонятно как короче а остальным все мешает вокруг него понимаешь это было тогда еще когда я был можно сказать летящим вот 10 11 потом уже другое и вот 10 11 класс я я в поисках весь вот и у нас урок эстетики вела бывшая актриса драм-театра наталья наталья и она пригласила действующего актера драм-театра александр усопший и он давай рассказывать о христе ну вот история понимаешь вот актеры же они же у них поставлена речь они рассказывают интересно да ну да ну прям вот как по нас как они могут и я очень очень не стало я очень заинтересовался очень сильно вот он вещает и у нас евреи учились там чиновников высокопоставленных там такой он давай с ним и вот на него прям сам по-хамски на него стал рыпаться наезжать на это спикера понимаешь и такая конфронтация какая-то и это все так живо и мне вообще мне еще сильнее что это так возбудился начал на него по-хамски вести туда это так хорошо вообще ну то есть такое знаешь какое-то какое-то такое живое прям все получилось диалог вот такой диалог не знаю как назвать рассказ диалог там спортом какой-то возник и так далее поешь вера ослышание и мне очень это интересно стало я как бы знаешь такое в очень интерес огромный пробудился я услышал понимаешь вера ослышание я пришел домой у меня библия дома было протестантская хорошая библия 66 книг такая кожаная не знаю куда она делась открывая верхний завет бытие стал читаю и все бытие мир произошел откуда понимаешь вот он откуда-то потом раз новый завет там христос его жизнь до его подвиги там его что его дела там и так далее так это же не просто оказывается человек это это бог пришедший и все и я уверовал это тебе сколько лет 17 это 17 8 до 17 либо 18 лет не 18 много ну 17 пускай вера от слышания одним словом вот в чем самое-то главное я услышал о христе и потом сам стал и все и вот она и вера то есть а какая вера то есть у тебя появилась такое ну любовь к этому человеку к христу какое-то такое знаешь расположение к нему любовь доверие как бы теплые чувства самые какие есть в человеке чувства хорошие да это все пробуждается ну плюс ты ты понял что вот оказывается по цели оказывается что смерти нет ну как бы есть смерть но христос победил смерть и он обещает даровать жизнь да все значит будем жить отец у тебя читал эту библию конечно он много он книг отец поглощал книг просто он он всеядный был а вы с ним обсуждали уже после вот ты прочитал не батя у меня он нет мы с ним особо не они обсуждали но он жизненным примером не сейчас я уже понимаю да что он просто жизнью показывал помню все горю надо быть человеком оставайся человеком вот то есть ну и вот это все его как бы по отношению ко мне но такой жесткая да в жесткие в жестких рамках меня держал нашу так вот она все равно пошло впрок потому что когда я приехал как найти тихо ночью я практически увидел то же самое ну конечно она уже на несколько раз и одухотворение а так в базе одно и то же то есть не потакание страстям жесткая такое строгая дисциплина бьет по страстям он не просто дисциплина он тебя вышибает дурь как ну грубо так если по простому соска вот это ложь идет прям беспощадно и так хоро ну да он болевую точку у тебя это все вылазит вылазит до что ты увидел что ну как бы этот это педагоги там высшее вот ну и у отца какие-то были такие базовые вещи все таки у отца у его мамы вот бабушка его мария она она знаешь она еще она тоже они все-таки знаешь дружба у них было не знаю как говорят язычицы но они были очень такие добрые открыли как сказать душевные люди и она у нее язык даже такой был знаешь как будто нас вот наши в сказке в госяху сказки была такая открывается ставни она так говорит таким языком каким-то таким ну еще тем древним языком и вот у меня бабушка так и снялась какие-то такие слова как скажет от них так хорошо вот это вспомнить а потом то есть я и все я стал покупать литературу ну пришел в храм там вот это как крестовоздвиженский то есть мне стало интересно дальше копать 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 что такое христианство там все узнать про христианство стал стал скупать книги вот там скупать книги и одна книга а ну я раз здоровье это немножко себе подпортил там вот этими страстями да я стал еще ну как бы надо поправить здоровье а про здоровье стал читать книгу и там и среди прочего там более-менее таких разумных советов там была уринотерапия и знаешь что самое интересное и там как будто бы христос благословил уринотерапию я такой знаешь да не может быть не может быть такого это какое-то это какое-то вот происки как думал ладно пойду к священнику и спрошу так ли это не ходил в церковь я вот сам просто читал изучал священников я остерегался я не знаю почему я еще с детства их остерегался но это и пропаганда тоже действовал хотя можно главное пропаганда но там много правды вот советское время поп там такой хитрый человек там почем как там почем толоконный лоб толоконный лоб нет почем опиум для народа там вот это все 12 стульев или или какой там фильм там золотой летелёнок там хорошо папа сыграл там быков ну вот и ну а тут меня понимаешь ну кто мне может ответить христос благословил уринотерапию простите ну то есть урина может кто не знает моча лечение мочой я думаю не может быть такого пошел вот я тут у меня рядом с домом церковь уже стали восстанавливать она еще древесионное здание честь знамени божьей матери икона новгородской и я как-то ну зашел идет служба там все я подождал пока это кончится и потом я хочу подашь подошел к священник хочу ему задать этот вопрос а он не давай там что-то свои какие-то вопросы там все и такое мне говорит видит что я такой знаешь ну как бы открытый можно не что-то я хочу от него и он слушай давай приходи к нам вот мы тут восстанавливаем храм туда-сюда работе да работать у меня работать приходи короче работать вот будем восстанавливать это бачка ну вот там как я не помню его называл может сразу батюшка не знаю скажи мне пожалуйста вот благословлял и христос умной терапии он я уже потом узнал что он ну библию он особо-то и не знает он говорит да нет что ты там вообще ерунду какую-то не спрашивай вообще это просто приходи я думаю ну ладно ну и все думаю как бы я этот вопрос просто забросил за себя и все и стал ходить в храм и вот еще один яркий момент матушка там у него матушка лариса отец а это один из одна одни одна из одни из первых моих посещений в одной из первых моих посещений они мне дали книжку на русском языке русские буквы но церковно-славянский смысл там все такое все базовое там такая книжечка какие-то молитв утренние вечерние все и открыли там из утренних или из вечерних молитвам 50-й псалом играет читай дали мне эту книжку и читай но я еле-еле стал читать понятно но то есть те слова помилуй меня боже повелицы милости короче вот из этих слов у меня внутри такой свет пошел и теплота и свет и какие-то чувства опять же хорошие такие ну то есть такого я не чувствовал вообще никогда они тебя начали во церковать на можно так сказать но одним словом не ну понимаешь вот вот этот отец от этих слов они все равно святые же слова да как бы такие вот пропитанный духом святым у меня я такого таких вот чувств не испытывал вообще ну это как можно сравнить это далеко я отстаю от того что как апостол когда христос преобразился вот этот свет да был как он на них подействовал он к нам хорошо здесь быть давай кучи себе сделать ну у меня вот что-то да да очень хорошо на меня это подеса благостная я такой и все они видят что я вообще ну можно сказать поплыл да я хотел все короче я я все эти попал они все будешь там на клиросе читать и давай все потом приехал григорий семинарии из тобольска стала рассказывать как хорошо там семинарии все священник ему подыгрывать да да хорошо там а мне реально у меня голод алчба было узнать о христианстве вообще как можно больше алчба я такой он вам может тебе в семинарию поступить намекает а я учился в речном училище ну да то есть короче говоря я бросаю речное училище и из и подготавливать семинарии ну прям все и вот по каждый день буквально на приходе там помогал священнику по строительству еще и вот и читал читал готовился там молитвы учил ну там к экзамену узнал что нужно то есть у меня была цель поступить семинарию не то что стать священником вообще такое не было у меня была цель узнать как можно вообще все узнать из насколько возможно все узнать о христианстве потому что это ему интересно очень для меня это очень интересно вот так жажда слышание слова божия смотри идет урок вот там история рпц что-то там монах там и романах рассказ артемиры а у меня раз такая книга на коленках книга там святоотеческая я такой ничего не могу ответить двойка садись вот так было семинария в общем остался ты без образования да без мирского ну так вот да я только семинария у меня ну и тут потом я сам образовываться стал там это уже другой вопрос какие-то профессии то у меня есть равно которые сейчас особенно востребованы сейчас всех на дистанционку переводит а я уже давно в принципе в этом плане работал на дистанционке онлайн так как сейчас говорят в общем поступил семинарию табульское духовное семинария были священники хорошие там среди прочих можно отметить да где-то 9 819 20 лет семинария 1 моя гастроль семинария вот священники вот ну то есть я понимаешь вот если так описать что у меня-то навыки все остались вот эти языческие можно сказать ну такие знаешь грубые такие еще не обнеотесанные вообще летящий так-то вера есть но вот это вот я похож знаешь на кого сейчас вот иван крылов там или кто на гитаре который вот я такой же то есть тяга есть как там дмитрий смирнов да фиксирует тягу к чему-то хорошего доброго вот тяга есть нету но больше а больше ничего нет ну это я грубо конечно сравнил но вот так то есть там особая история у меня у меня за плечами я скажу тобольское духовное семинария не окончено меня отчислили оттуда за непослушание потом екатеринбургское духовное семинария также был отчислен за ну опять же за конфликт там такая есть должность про ректор а инспектор она раньше называлась потом мы переименовали в ректор по воспитательной работе инспектор у меня с ними постоянно были конфликты так скажем и меня и потом я продолжил учиться в пермской духовной семинарии уже заочно там я очень научился тут заочно и в ушел в академ отпуске даже и до ныне я в академ отпуске вот так можно так сказать да я до сих пор 1 2 сколько лет где-то три года а вообще в общем сложить три года то вот это так чуть больше может три с половиной а вообще пять лет там учат ну и выходят оттуда интересные интересные это уже тоже особый разговор что с людьми там какие трансформации происходит хорошо как-то игнатиха начал нашел смотри семена я все-таки да я я сейчас подведу к этому тобольская действительно хорошие семена была тогда на тот момент тогда было это конец 90-х начало 2000-х тогда была тяга еще особенно в 90-х была тяга у народа понимаем и ищи дальше она продолжалась но он по ним по малейку уменьшалась но все-таки алексей второй наш у него вид такой был наш вот он как олицетворял русскую православную церковь все-таки вид у него был конечно благообразный и ну что-то такое 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 знаешь ну было благодать была сто процентов и вот тяга была все и много было на одно место в тобольском духовном семинаре был конкурс большой конкурс понимаешь то есть нас было много в классах там вот на на мой мой как бы мой призыв мой курс как это сказать мой мой год я не знаю вот набрали два класса потом по 30 или больше человек два класса а и б и еще за остались неудел много ребят не поступило понимаешь какой был поток сейчас такого вообще не час полтора человек а тогда прям это был такой спрос ну и тяга я видел что много ребят верующих искренно верующих приезжали ну там были поповские дети они резко отличались от тех кто искренно верующий что удивишь у меня вопросы за почему так я я же я вижу это если задавал я пока не мог ответить почему потом я смотрю епископ говорит с кафедры но говорит и не договаривать нужных вещей и постоянно какую-то водичку льет такой кавычках льет водичку такую тихому мути там я не знаю водятся все хорошо прекрасная маркиза там розовая такие очочки розы голубая теплая водичка и лягушка подогревается в этой кастрюле а лягушка это народ и я вижу что все-таки за оградой он там были созданы тепличные условия мой друг один приехал с омска я его звал поступай слушай так у вас тут страна победившего коммунизма он говорил понимаешь настолько реально нас тепличные были условия были финансирование как я понял было очень мощное путин прилетал там мы ему так вот провожали его все встали наш лучших традициях коммунистической партии помогла теперь помашите все ручкой в вертолет и все он улетает знаешь перед тем как ему приехать фсбшники все проверили все вообще там и потом когда он уже ходил шаг лево шаг вправо там все там стояли вот дальше как как вкопанные рамку поставили сейчас это уже для нас как будто обыденность а тогда это было удивительно в храм чтобы зайти рамку раз через рамку проходишь там все все по местам не стоять не двигаться там вообще вот он пришел поставить свечку там все было финансирование хорошее и у нас были очень такие условия супер просто эти так скажу во всех планах так вот но меня вот я а почему а там за оградой творилась деградейшн полный а почему мы это но не озвучивать священники там епископ тем более почему он это особо то ну какие он от все как бы общими словами да вот так вот от не ну как сказать ну да отмазывался или какое слово то найти ну вот пускай она и и у меня вопросы возник почему почему вот понимаешь почему он приближает к себе его и подьяконы ну то есть те кто рядом постоянно с ним ездят в поездках помогает ему там почему они все я то ну мы живем вот плечом к плечу вот на большие вот эти келья я вижу всех кто кто чем дышит да почему он их себе приблизил практически всех тех кто ведет двойную жизнь улице миров короче говоря то есть вот так вот почему он себе приближает таких а ребята искренне верующие где-то там на втором на третьем плане там и так далее я честно с дливости да вот это постоянно у меня не вопросы эти были почему так почему так происходит это же не до 1 с библией это точно но никак не со словом божьим это не уникальность никак не совместима и вопрос это но я не мог ответить до конца ну и вот в омске там в омске очередной раз в омске зашел магазин как как обычно какую-нибудь хорошую книжку купить и женщины на кассе говорят что к нам привезли икону чудотворную там монреальскую иверская монреальская икону я такой а я знал что если оси муниос мученик уже давно тот момент лишь ну это русская зарубежная церковь иосиф муниос он был он сам из католиков из такой элитной католической семьи ну не 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 простолюдин был и вот он своим путем дошел до того что все таки в православии он пришел в русское православное зарубежную церковь оставил католичество и потом ему монахи на афоне там вручили ему эту икону он стал и хранителем она ну там она чудотворил а в московской патриархии чудотворие все чудотворение это же это очень сильно сильно это очень и я такой раз ухом где это икона где можно пойти я хочу по почестному так скажем приложиться конечно сейчас смеются там евреи надо мной скорее всего они считают что это идолопоклонство хотя вот для того что ну или кто там еще не признает иконы протестанты все я им скажу так что это не идолопоклонство это вот вот фотография стоит моего отца что я поклоняюсь и что я за него молюсь а вот икона иисуса христа ну как икона это даже не икона вот туринская плащаница да вот я не не по мне этому поклонялись дереву да и вот а через него как бы а я обращаюсь к самок личности ко христу и его прошу потому что он бог человек в одном лице я и с ним да я и как бы к нему обращаюсь я знаю что он живой что он царь царствующий господь господствующий так что не надо наговаривать то что мы там идолопоклонники там есть такой раввин данил булочник он говорит пошел там с топором в лес срубил дерево обтисал его ну там стойлер да сделал из него все и завтра уже он стоит поклоны бьет там перед этим идолом поклоняя кумиром поклоняется нет данил булочник не так ты ошибаешься в общем ты пошел приложиться к иконе я пошел приложиться к иконе смотри я прошу это было в частном секторе ну это есть частный сектор смотри я захожу в это калитку и такая табличка и там написано русская истинная православная церковь понимаешь мне резанула да истинно мне резанула слушай ребята подождите это как это что такое вообще аля где тогда то есть меня это очень сильно ну как говорится напрягода ладно думаю я пересилил дальше зашел служба идет ну все как у нас также практически в доме до том сруб такой знаешь дом срублен или как я не знаю частный дом такой одноэтажный обычном частном секторе понимаешь думаю что то что то тут не то ну хорошо дальше и ектинья такая произносится ектинья как у нас но там есть вкрапления вот я одну помню там а ежи избавить и люди своя от га от мучительства безбожная власти в нас же укрепить благочестие там что-то братолюбие благочестие я такой ну ну в принципе так оно и есть я с этим согласился какой-то степени что действительно власть она по головке нарну не гладит далеко до народ но я думаю это точно не московская патриархия кто это такие вообще кто и потом раз мимо меня проходит в алтарь епископ я такой думаю это вообще у нас значит два епископа и все я очень был поражен ну я посмотрел оказывается это не та самая икона ивирская она пропала когда был убит иосиф муниос в афинах мученически его там убили там кололи его прям жестко его с ним обошлись она исчезла это список это список под этот он сам его написал и подарил русской церкви в лице там архиепископа лазаря журбенко это это катакомбник из катакомбников линия катакомбников то есть это те священнослужители которые не приняли декларацию сергия строгородского двадцать седьмом году и они стали функционировать по по подвалам не подожди по документу 3 я не помню номер просто было и когда был жив жив еще патриарх тихон белавин вас последний раз русский патриарх его так называют русский потом советские пошли вот он издал указ 361 и не помню номер по которому он сказал что за ней за из-за того что мы не можем физически связь держать там не интернета тогда ничего не было все потеряно то есть была гражданская война шла был хаос и он говорит своим ну как епископом дал распоряжение что и у на автономное уходите на автономии то есть ну вот как-то по возможности собираетесь вокруг епископа того или нового со мной если нет возможности связаться ну ничего страшного как бы вот автономная деятельность такая и вот они как бы вас руководствуясь вот этим катакомбники они жили на на всем протяжении двадцатого века можно сказать советского времени молились они то есть а вторая другая часть ушла с белой мигрантами с белой армии ушла за границу вот когда была война с красными до советскими советами она ушла они кто в китае кто кто в сша переехал европа и так далее вот и там был избран первостоятелем первым это митрополит антоний храповицкий первый предстоятель русской зарубежной церкви и они катакомбники те кто не приняли декларацию сергия строгородского они его перестали поминать на литургии тоже руководствуясь кстати говоря ну там канонами церкви не просто там сами по себе и кон есть канон который это благословляет и они стали молиться за вот этого предстоятель русской зарубежной церкви то есть его поминали не советского там первого предстоятеля а именно вот зарубежников и вот эта связь она так и была сохранилась и вот журбенко антоний он ученик есть такой кавказский святой может напомнишь я не помню имени кавказский он пешком в русалим ходил там так как говорят он был тоже катакомником и вот он его духовный ученик его духовное чадо и вот потом он стал архиепископом журбенко лазарь журбенко ну кто знает то знает все и вот оказывается эта икона и была ему подарена и от иосифом униоза вот я приложился но у меня возникли вопросы вообще думаю русская истинная православная церковь вы кто такие откуда и си и я у меня милиционер брат вот который сказал что страна победившего коммунизма семинария в этом таблости он мент ну учился в школе милиции я я говорю вот я наткнулся на таких пассажиров грубо ну кавычка кто они откуда давай выясним давай выясним я тоже недавно на них какая-то он тоже недавно с ними столкнулся и мы и все и мы стали копать то такие вообще не откуда есть пошли и к с ними общаться еще где-то в интернете смотреть все и самое интересное оказывается мы вышли в интернете это если мы вышли на статьи терафима роуза о верке таушево кстати у нас у нас был такой то ли я не помню какой предмет то ли ру история русской церкви или еще какой-то предмет как раз по верке таушево у нас учебник был семинаре я такой так это вот а статьи были обличительного характера московской патриархии и как скрывать и вот и все мои вопросы сразу закрылись то есть а почему так себя ведут епископы почему вот я помнишь вопросы у меня все накапливались я и русская зарубежная церковь в лице там своих проповедников миссионеров да она все открыла не все стало на свои места а вот оно оказывается почему и все потом кстати говоря ну я естественно я по хорошем смысле попал в их уже сети в русской зарубежности они были зарубежники ну вот то есть я когда стал копать на них компромат и хорошем смысле я понял что да нет они законные оказывается ну там есть у них широковатости что они головну то есть многие священники священнослужители на московскую патриархию говорили ну это крайность уже что она безблагодатная я с эти я ну как я я сам вкушал благодать на постоянной основе грубо говоря я знаю что есть такой данил сусоев который жизнь достойную прожил и пострадал за христа это чё надо все вообще убрать и как бы не признать сказать что на белое сказать черное нет извините я с ними не был согласен а в целом да они конечно по сравнению с московской патриархии они в плане объективности да ну то что происходит в мире они намного правдивее освещают все и они эти меня понравились я стал к ним ходить и приехал однажды отец иаким но я не знал что это лапкин там и все дела просто он приехал постоял там в этом там такой из притворе как скромненько поставил помолился потом трапеза была а чем еще не знаешь понравилась зарубежная церковь что там епископ как священник он доступен до людей он также исповедовал у него своя череда была череда исповеди его там специальная комнатка была раз кто-то заходил и тебе епископ исповедует это вообще для меня это сам президента патриархии же это совсем они небожители давно в кавычках высоко там превысокая живут далеко не дотянуться а тут он рядом с тобой и ты с ним и ты сможешь ему любой вопрос задать ну как на исповеди священник посоветовать владыка посоветуйте там то-то то-то понимаешь для меня это просто было это конечно они этим хорошем смысле слова отец иаким потом трапеза была трапеза опять же вот епископ сидит священники мы братья сестры там женщины все там община была какая-никакая была общинная жизнь богадельна была то есть те кто уже знаешь но старенькие и за ними не никому не или отказались там родственники еще что-то они брали на попечение и они жили у них ну вот так это было конечно начатки общины жизни я вкусил вот там у них ну то есть какая боль более-менее семья не семья ну хоть как что-то было понимаешь что в московской подре вообще этого ничего нет вообще общение с братьями сестрами понимаешь поддержка там туда вообще такое ну вот ну как семья как человек без семьи это невозможно тебе сколько лет было 20 осень там по 330 где-то вот так 30 до 10 лет назад уже и все лапкин они я слышал лапкин юродивый ну они так назывались юродивые сам себе на уме полусектант полу они вот эти еписи с папы вот эти рпцзшны вот так о нем отзывались отец аки приезжал но я тогда его не знал лично приехал уехал все скромный такой священник вас пообеда пообщался с ними поехал во своясь первый раз я его увидел когда ну они какие-то там решали вопрос а тогда был вопрос об объединении рпцз смп очень болезненно очень болезненно и вот это все я ну я то кара и буха все слышу чё как они там кулуарах там что происходит а отец таким оказывается же ездил туда в зарубеж самое логово там рпцз где уже ну уже можно сказать логово потому что там нечистыми путями вот это все они пытаются склеить то что невозможно вот таким образом склеить но я скажу так не знаю хотя ладно не раз как склеивали ну смотри например есть бизнес но я это слышал от от священников а даже есть бизнес вот он он чадо как будто бы зарубежной церкви у него он живет за рубежом но у него бизнес есть в россии его бизнес раз приостанавливают и ему говорят дорогой ты мой пожалуйста посодействуй и поучаствуй великое события объединения если хочешь чтобы твой бизнес дальше функционировал вот таким вот образом объединяли вот эти две так что я не знаю до всякими разными путями что сделалось митрополитом виталием его же епископ и его собратья это вообще не поддается никакой никаким комментариям кто хочет тот узнает есть крестный путь в интернете найдите крестный путь митрополита виталия статья вот и отец аким это тоже все видел что им не дали даже не дали даже им записывать там ничего вот это было собрание да это на тихо иногда это упоминает что все там и изъяли там все вот эти диктофоны не диктофоны все руки на стол руки на стол руку нельзя убирать со стола ну я уже так придумываю ну то есть жестко было не знаю и вот это все вот так они переживали очень видно было и потом пошел раздрай самой церкви зарубежной то есть пошли конфликты епископ вот этот тихо 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 епископы какой тихо говорю курочкин как же не в тихий ефтихий курочкин ратовал что нет мы если будем объединяться только во христе ну а если будем объединяться механическим образом ну вот то есть вот так вот административным не в каком случае все там буду стоять насмерть тельняшку рвал а потом приезжает в очередной раз после вот каких-то молитвенных там подвигов откуда из центра приезжает и говорит вот мне было откровение что все-таки нужно объединяться ну его берут наш омский приход ну ах так до свидания владыка и его вообще двери пред ним закрыты не его можно сказать попросили освободить помещение до свидания вот такие дела стали творить приход остался автономным там они другого стали выбрали ну как попросились другому епископу зарубежном где-то за рубежом который вот который был против объединения такого объединения как я вот такой механического совсем опять же не в объединении та речь самое это интересное на тихонишь правильно заметил о каноническом общении официально было в документах канонического общения не объявить а по факту объединились да а так каноническое общение и вот если юридическим на юридическом полю смотреть юридическое поле церковная то игнать на 100 процентов прав так так и мотивация такая была программа что каноническое общение и И вот вы так и стоите сейчас, и это правильно, я считаю. Все это по букве закона, да? То есть это параллельно, а не поглощение. Мы просто признаем благодатность вас и молимся друг за друга. Но административно мы разные. Каноническое общение, а объединение это уже все. Поглощение, да. Да, поглощение. Можно сказать, она поглотила и проглотила РПЦЗ, Московская патриархия. Вот. И многие были против этого. И, конечно, начались расколы там. Началось, ну, очень такие вещи скорбные весьма. В общем, ты все это видел, да? Я это все видел, и от меня голова уже заболела от этого. Так вот, если говорить об Игнатии Тихоновича, я вышел в интернете, посмотрел, смотрю, ну, просто посмотреть, Лапкин, ага. О, Лапкин. И, смотри, он с Библии носится. Библия, Библия цитирует. А это же протестант. Понимаешь, я чем был наполнен? Ну, да, конечно. Это же протестант. Ну, а кто такие протестанты? А кто? Это вот иудеи с самарянами не сообщаются. Это какой-то вонючий самарянин. Ну, вот если я иудей, ортодокс, а кто такой? И все. Вот понимаешь, такое предвзятое. Я понимаю людей, которые наполнены этими шаблонами. И я тогда отвергнул. Не-не-не-не, до свидания. И прошло где-то еще несколько лет. И я уже ходил, изредка ходил в Московскую патриархию. В РПЦЗ уже не ходил, потому что там раздрай полный. Ты уже знаешь, вера такая уже затухала. Ну, практически, можно сказать, кораблекрушение уже почти потерпел. Веря можно даже где-то так сказать. Уже такой оскотинился. Ну, просто позволял уже себе вольность с женщинами тогда. Ужас, короче. Все. А какой уже ни молитвенной жизни, ничего не было. Семья уже давно. Развод, предательство, ужас. Но ты женился-то, короче. Вот если говорить, знаешь, как я крестился в полном погружении. Ну, и потому что у меня были сомнения. Однажды мы поехали на Урал со священниками РПЦЗшными в лагерь детский. На Урал там хорошо, природа. И они мне давай, на меня наехали. Ты не крещеный же вообще? Как не крещеный? Вы что? Как это так? Как? Так тебя облили. Ты кто такой? Тебя облили просто и все. Ну, и что это? Можно так? Это же хоть капелька воды и благодать. Все, действует. И с ком, и слюной. Да, и с ком, и слюной. Все, я им говорю. Нет, 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 нет. И все. Они меня убедили, что оказывается... То есть я им такой согласился, в принципе, с ними. А это все исходило. Ну, понятно от кого. Они же... Они хоть на него и, знаешь, вот так вот тоже отбрехивались, но они его слушали. Ну, и понятно кого. И... Ну, и все. Они меня погрузили в этом озере трижды. Просто и все. Но у меня, понимаешь, я был... Не был я приготовлен. Не был по-настоящему. Это просто было так вот, знаешь, где-то между делом они были. Вот это я очень жалею об этом. Если бы это все было как потеряевки. Ну, вот так. И потом у меня... Вот я приехал... А потом я дальше поехал. У меня на Урале она убежала к матери, к своей жене. И там у меня вообще началось вот после этого события. А ты женился, когда ты был в этой истинной церкви, да? Нет. Это мы вот... Мы женились. И я где-то через полгода на РПСЗ вышел. Год через полгода, через год где-то вышел на РПСЗ. Ну, у вас венчание было там все? Ты ее нашел в церкви где-то? Я ее не нашел. Мне священник нашел ее. А, священник. Так называемый старец всего Урала. Они конкуренты. Вот есть там Сергий Романов. И вот Никулин, отец Александра. Это два великих старца. Ну, я их закавычу. Вот. На Урале. И вот этот один из них, он мне... Ну, я глупый человек, доверчивый. Но я его как бы... Ну, любил этого священника. Ну, как любил. Он... Ну, он много... Он не такой был все равно. Он правду где-то говорил, понимаешь. Там все. О, стоп. Правда любит такой. В какой-то степени. Хотя хитрющий он. Гитис закончил. И режиссер. Талант режиссера у него очень мощный. Очень талантливый. Прокачивает. Стихи пишет так же. Очень почитает царя Николая. Манархист такой, как будто бы. Ну, там это располагает. И местность там же убили царскую семью. То есть там на этом много... Все завязано. На почитании царских мучеников. Это вот Урал. Очень сильно он почитает царских мучеников. И я тоже... Ну, тогда я был очень... В этой теме. И вот мы с ним сошлись. Я говорю, ну, найди мне. А, и у меня были подруги. Я с одной подругой... Ну, просто познакомился. 27 лет. Я берег себя для брака. Я был до 27 лет. Я женщину не знал. Ну, не знал просто. Вот, с одной приеду. Он такой, не, не, она больная. Она, короче, где-то... Со второй потом... Не, это тоже... Я такой, ну, найди тогда мне. Хороший. Раз такой... Раз такой... Ну, вот. Он такой, хорошо. Давай по рукам. Я подведу. Заклоним глаза, подведу. И ты возьмешь. Ну, знаешь, такой шутит. Я говорю, да, да, все, давай. Вот так и получилось у меня, короче. В общем, тебя крестили с закрытыми глазами. Женили с закрытыми глазами. И так все. Ну, как закрестили. Ну, да, я, видишь. Я был... Я очень сильно был доверчивым. Очень сильно. То есть, я был... Ну, и сейчас, наверное, остаюсь. Ну, сейчас уже все равно потертый маленько. А тогда я был прям вообще доверчивым. Я вот так вот на свою голову доверялся. Неразумная доверчивость. Ну, да. Ну, священник. Старец всея Урала. Он реально там к нему толпы народа едут, понимаешь. И у него, кстати, тоже какое-то подобие... Ну, в какой-то степени община тоже есть. Вот еще чем он подкупает в хорошем смысле слова. У него общинная жизнь есть. Там также люди живут, знаешь, вот при общине. Богодельня есть. У него много хорошего, на самом деле. Ну, там, как вот... Почка меда, ложка дегтя. Семейная жизнь, на сколько тебе хватило? Так не меня. Ее хватило на два года. На два года. И сбежал. Да, избежал. Ну, там вообще, там женщина... И есть такое понятие бабья яма. Вот это когда бабушка, мать, дочка там и так далее. Все живут без мужчины. Ну, то есть вот... Ну, понятно, да. Есть такой фильм, вот кто... Вот слушайте меня сейчас, кто будет слушать, ребята. Особенно мужчины. Есть такой фильм «Ребро Адама». Советский фильм. Чурикова там. Ой, хороший фильм. Комедия. Но комедия сквозь... Смех сквозь слезы. Посмотрите. Вот кто еще... Иван Крылов там, я не знаю. Посмотри. И что прежде чем... Делочку под роликом мы оставим. Да. «Ребро Адама», ребята. «Ребро Адама». Вот «Бабья яма». Что такое «Бабья яма»? А это очень сейчас распространенные явления. Ну, в силу деградации нашего народа. Вообще всего. Социальных этих всех моментов. Так что ни в коем разе. «Бабья яма» там ничего не будет. Ну, просто-то у них нету навыков. Ничего нет. Ни понятия о том, как коммуницировать, да, с мужчинами и так далее. Так что вот. Бегите просто как от огня. Мужчин-то тоже, говорю, нет вот этих навыков. Как мужчин нет навыков. Ну, мы полностью как бы разделены. Я не знаю, как сказать. Хотя вот есть такой фильм, тоже, может, ссылочку оставим, о Хасидов. Хасиды, купившие Нью-Йорк. Хороший фильм парень. Прямо вот с Хасидами, да, надо силку дать. Классный фильм в плане вот режиссуры, там, сценария. И там Хасиды рассказывают, тоже вот, раввин, высокопоставленный какой-то раввин в Нью-Йорке. Он говорит, что мы же тоже не общаемся с женщинами вообще до брака. До брака они не общаются с женщинами, понимаешь? То есть их потом, вот, родители или как-то, ну, там надо пересмотреть. Хороший фильм посмотреть. Очень интересный рассказ. Ну, там есть и двойные стандарты, они прям, это видно хорошо. Ну, и много положительных моментов у них. Чему поучиться просто много. Женщины одеты, как положено. Ну, интересный фильм. И вот он рассказывает, они тоже, навыков никаких нет. Они закрыты, они очень закрыты от мира. У них смартфоны, смартфоны, у них там нету выхода в интернет. Только вот мобильность, я не знаю, как они так сделали. Ну, понятно, закрыты. Они закрыты вообще. Нельзя в интернет выходить вообще, там, ну, пока ты там, до скольки там лет. Пока ты отдыхаешь. Да, вот так. То есть у них там очень в этом плане. Ну, в общем, у тебя, получается, крах был в семейной жизни, крах уже в вере. Да, я, крах вообще во всем. И у меня, и был такой, я зацепился с более-менее Андрей Кочергин. Православный миссионер, ну, его так называют. Чадо московской патриархии, духовник у него в Оптиной пустыне, я его даже видел, знаю. В свое время я пожил и в Оптиной пустыне среди монахов, готовил им на кухне, там подвязался. Пожил я там, хорошо пожил в Оптиной пустыне. Я знаю эту кухню монастырскую тоже. И это, что я хотел сказать. У тебя крах во всем был, и ты пошел искать или пошел по... Кочергин, Андрей Кочергин. Он на то время, он очень дружит и любит, почитает Альхамандрита и Акима Пар. И Аким Пар, фамилия Пар, это американец, из католической семьи, перешел в православие. Я не знаю, в какое. Ну, то есть в РПЦЗ или там еще там есть, еще там юрисдикция есть православная. Или там в Концентинопольский патриархат. Или в московской патриархии. Я что-то до сих пор так и не понял. И вот он приезжал к нам сюда, в Россию, и с проповедями, с беседами хорошими. И мне очень, его мысль очень резонула, его одно, ну, как бы выражение, что... Я на сто процентов уверен, что Евангелие можно исполнить только в общине. Если общины нет, бесполезны твои попытки там, ну, на как... То есть на вообще маленький процент будет жизни христианской в твоей жизни, если нет общины, если ты без общины, все будет. Без общины. Община, не, он имеет в виду община, община. Не общение, а община, ну, вот оно, община как таковая. Ну, хорошо, вот ты живешь, ты вот один живешь. Ну, да, можно сказать без общения, да. Ну, община вот оно уже, там же не только общение. И видеть общение друг с другом, да. Да, да, ну, вот так можно сказать. Одним словом, невозможно. Я такой, как это ты, ты что, серьезно, что-то? И вот, и мне это очень интересно стало. И вот, Кочергина, Кемпар, их слушал я только вот так. Их держался, их там вот проповеди, так скажем. Потом я у Кочергина даже был один раз на этом, на его мастер-классе, где мы, полный контакт, он же воин. То есть там полный контакт, там. Ты меняешься, там, три минуты, что ли, побился, там, против тебя встает, там, вот такой дядька. Полный контакт, короче. Ай-яй-яй. Ты все делаешь, там, бам-бам-бам. Ну, это особая тема. И самое интересное, ни одной травмы, ну, такой серьезной. Там, ну, носы, конечно, все в крови, там, все, но... Но вот он так умудряется. Он воспитывал вот этот вот беспощадность самому себе. Ну, и к ближнему. Да-да-да, знаю-знаю. Ну, вот так вот. И я такой набираю в Ютубе сразу. А есть ли вообще православие община? Ну, вот так. Община, да. Да, община мне. Православная община. Набираю в Ютубе. Бам-бам-бам. Лапкин. Ага, Лапкин. Опять Лапкин. Опять Лапкин. Но уже, у меня уже такое, знаешь, думаю, ну, ладно. По пристальней, я знаю, что-то он такой-то такой. Я стал пристально вглядываться в него. Пристально, пристально. Не как тогда... Критически-то. Да, и я уже все это, уже патриархийные вот эти все шоры, они уже отлетели. Уже все, я их уже закинул. Ну, вот эти шаблоны там, басни, бабьи басни, короче. Понятно. Это уже на меня не действовало. И я уже раз, более-менее здравым таким, трезвым взглядом посмотрел и думаю, ничего себе. Слово Божие. А я-то обратился от Слова Божия. Я знаю силу Слова Божия. И что оно только человека очищает, вдохновляет на жизнь и обновляет, все делает. То есть от Слова Божия я вкусил в свое время. Ну, сейчас оно улетать стало, да, на его влияние, поскольку я... Но все равно я знал, что это сила. И я смотрю, он все же, по слову Божьему, нету тут православия, я более-менее знаю. Нету тут, ну, какой он протестант, какой он секретант. О себе он почти ничего не говорит. Да, вообще нету никакого. Но он если говорит, он говорит, что вот тут вот мои, ну, где-то... Но в основном он все же по слову говорит. И я понял, что клевета, что на него клевещут и попы РПЦЗшные, и Московской патриархии попы, а они на него просто, ну, грубо клевещут. За что и ответят, если не покаятся. Ну, и вот... Я много плохого слышала об этом человеке, однако в нем что-то есть, да? Я все, я стал его слушать один, второй, третий, четвертый. Диму позвал тут у меня товарищей. Дим, смотри, лапки. Смотри, что он говорит. По слову Божьему. И потом, и смотри. И меня сильно очень поразило... Одно из моих таких потрясений было это Малахия. Давай я процитирую. Я наизусть помню, но я сейчас волнуюсь. Ну, это вот как раз первые ролики пошли в 12-м году, по-моему, да? Да, но я маленько позже еще. Я же в 12-м я от него отмахнулся. Типа, а, сик там. И тут это, я знаешь, когда на него вышел где-то? Ну, вот я тебе, я же сейчас... 2016 год, 25 марта, в марте. В марте 2016 года я стал на него обращать внимание. В февраль, в марте, вот так вот. А вот у вас беседа, я ее выставила у себя, с Виктором Савченко в 16-м году, в августе. Это моя первая приезд, по-тверяю. Ага, вот ты приехал как раз. Ну, я вот, я пообщался с Игнатием Тихоновичем. Это Пасха была, да, перед Пасхой? Да, я говорю, Игнать Тихонович, я бы вот сына бы здорового, но навряд ли меня там его дадут. Так бы я бы с удовольствием в лагерь к вам его бы, ну, так вот привез все. Да и сам бы потрудился у вас. Он говорит, ну, хорошо, говорит, вот тебе времени. Ну, короче, что-то, вот, буквально до вечера сегодняшнего дня, или, как он сказал, или до завтра, или вот, тебе времени. Хочешь, приезжай. Я такой, а, как что? И я там, фух, ничего не взял особо с собой и побежал. Там приключения были. Вот я приехал, первое время. И тебя, по-моему, сразу обратно хотели отправить. Ну, там были наговоры на меня, и старобряться, что я плохо работаю, там, знаешь, ленивый, там, ну, в этом что-то есть, конечно. И вот, Игнать Тихонович сразу такой, не, не сразу меня, нет, это же этого, меня не сразу, меня потом, когда уже приехал Михаил, я с ним, ну, немножко там психовал на него, ну, как, немножко, Кальмаев, да, я хорошо на него психовал, он меня в игнор поставил сильно, я, я говорю, ты чё? Я, Игнать Тихонович, подумал, что, ну, что я буйный какой-нибудь, там, знаешь, и он, чтобы это не, ну, конфликт не дальше не разгорался. Иди поспошней ты. Иди, короче, уехал. В эту же ночь меня отправил, короче, в Вильтерсов. Ну, и он говорит, так же, вот, чтобы его не было вообще сегодня опять, так же, как я приехал, быстро, и так я уехал быстро. Все раз, меня оттуда убрали. А на самом-то деле я бы нет, я же себя контролировал, это просто я эмоции так выражаю, что кажется, что я это, ку-ку. А на самом-то деле нет. Ну, а он, чтобы, он больше за Кальмаева переживал. Ну, хорошо, да. И он меня убрал из-за этого. Но это было, знаешь, промыслительно. Я приехал, у меня руки не разгибались. У меня руки вообще не разгибались. Мы же там, что мы там осушивали, там какие-то озера, там, я не знаю, что. И у меня вот так вот, утром такой просыпаюсь и такой разгибаю, короче, с болью, понимаешь? Я настолько доработался, что они бы могли бы, я их мог, если дальше бы я продолжал, ну, они бы могли, необратимые бы пошли вот эти деградации хрящей, костей. Так что в этом плане меня... Переусердствовал. Меня Господь оттуда убрал, чтобы я, ну, руки-то еще нужны пальцами. Вот, а так, там было, ну, вот так вот. Что сказать? Один слово я увидел, что Игнать Тихонович не от себя тяну как раз несет, а как раз по Слову Божьему. А Слово Божье живое и действенное. Я это знал всегда. Оно живое и действенное проникает прям до мозгов, до костей, до самой сути человека. И с ним уже работает. Это я все знал. И одно из потрясений было, когда вот Малахия, да, что с одни отцов вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, я обращусь к вам, говорит Господь Слово. Скажите, как нам обратиться? Вы скажете, как нам? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятинную приношения. Проклятием вы прокляты. Все, я когда это услышал. Ой-ой-ой. Потому что вы весь народ обкрадываете меня. Ну и тогда принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя бы в этом испытайте меня. И у меня вообще... То есть он в двух, он как... То есть он сначала вот так вот, да, проклятием. И тут еще говорит, ну испытай меня слабо, Господь говорит, да. Вот это для меня было... Почему об этом никто не сказал мне раньше? И почему я... Ну я, видишь, Ветхий Завет там же как? Ветхий Завет уже отошел. Его можно... Свинен. Да, и его никто, ничего вообще практически. И я это тоже не сталкивался с этим местом. Ну вот, слово Божие мне... И тут такое это просто, ну... Мы с Димкой сразу... Слушай, так надо это... Надо выходить из этого проклять. Зачем оно надо? И мы знаем, что такое проклятье. Во весь рост усилий. И вот сейчас ковид, ковид-19, там, 21 и так далее. Это и есть проклятие. Проклятие, вы прокляты. Вот оно пришло на нас во весь рост. И я такой, не-не-не, все. И мы... То есть вот это одно из первых таких очень сильных воздействий, да, было. То, что мы упустили, пропустили где-то как-то. И мы стали... В общем, ты нашел истину. Истину нашел именно вот... Как, я не истину нашел. Я нашел, что... Я нашел друга Божьего, который показывает пример, показывает пример, вдохновляет этим примером. Как там апостол, да, говорит? Почитайте наставники ваши, подражайте вере их, да, и жизни их. Глядя на кончик. Да, для... Ну, не только на кончик, на жизнь, но и... На жизнь, глядя на их. Молите, другое. Короче, и увидел, вот община я увидел. Община, ага, община. Я стал наблюдать, как что в общине, что творится там, как что. Я увидел все, что есть община. Какая, никакая. Есть община. Вот она. Я, ну, я вижу, я все равно видел. Вот в РПЦЗ там есть начатки общины жизни. Я знал, что это великое благо. Вот она, община, все. И я захотел... Я знал, что Игнатий Тихонович... Я увидел, что он постоянно... Я увидел его любовь. Просто в этих роликах я увидел любовь к людям. Именно любовь такую, как вот Господь наступит. Если ты, ну, отходишь, да, от него, он тебя, ну, наказывает. Я вижу, что Игнатий Тихонович так же делает. Ну, это Господь такой у нас, и он ему подражает Господу. Извините, у нас хозяин такой, и те, кто его... Его други, друзья его, друг Божий, Игнатий Тихонович, отец Игнатий. Все. Вот оно все. Не надо мне ничего больше. Слово Божие так говорит. И он по нему живет. И оно действует благотворно на это. Больше мне ничего не надо. Все, до свидания. И я понял, что вот... Ну, я-то уже давно понял, что бабьи баси очень много в право, к сожалению, и в православии. Ну, зачем они нам нужны? Надо их отвергнуть. Вот и питаться, и твердой пищей, Словом Божиим. И Игнатий Тихонович... Игнатий Тихонович... Короче говоря, он молит. Я вижу, что он постоянно молится. Я в роликах увидел, вот когда он беседует с людьми, я вижу, он на втором канале молится. Я не знаю. Я вижу, что он молится. Постоянно молится за человека. Мне это... Я думаю, ну, это же сильно. Я думаю, как вот хоть маленько... Сопереживание, да, вот это вот. Да нет, ну, это одно. Сопереживание понятно. А у Милина, ну, как-то... Короче, он постоянно бодрствует, молится. Мне вот это понравилось. Ну, и я подумал, как бы научиться хоть маленько этому. Как, как, как? Ну, можно я к вам приеду, ну, как бы вот, побыть у вас? Ну, давай, времени тебе там, несколько часов, успеешь запрыгнуть в поезд. Welcome. Я такой, сразу... Я вам скажу так, вот есть... Ну, я сейчас мирским языком, может, чтобы понятно было. Я уже это говорил, и Володе говорил, и всем. Вот есть такие коучи, там, тренеры, да? Коучи, да, ну, по-английски. Тренеры личностного роста, там. Не знаю, какого роста, там, и так далее. И когда групповой тренинг проходит, люди платят деньги, и нормальные деньги. А когда есть тренинг, когда частный, ну, вот такой, тет-а-тет, да, личностный, лично ты с наставником, то там вообще космос, просто деньги сотнями, десятки, сотни тысяч отдают, ты, понимаешь? И то, а они там учат, да, у них какие-то, они таланты, у науки какие-то есть, если это действительно. Они чему-то учат. Но они, ну, как Игнатий Тихонович, вот так побыть с ним, вот, плеча к ключу посканировать его, просто на подсознание, это вообще для таких, ну, вот, а с мирским языком говорить, это просто, ну, сотни тысяч ты должен заплатить, чтобы вот так вот до тела наставника добраться. Ну, вот так вот. Я мирским языком еще раз говорю, вот, чтобы меня больше... Коснуться к живым мощам. Ну, это как бы моим мощным... Каким мощам? К живым, да, именно к жизни, вот, к жизни, потому что там такая жизнь кипучая. Ему сколько сейчас лет уже? 82-й год. Ну, вот это было 78, да, когда я приехал. Так вот, он работал там, я не знаю, за пятерых человек. Да. Я видел, как он работает за пятерых, а я в рассвете сил там 30 лет, с копейками, да. Я за ним угнаться не могу. Ну-ка, покажи мне такого. И он это может делать несколько... Ну, то есть весь день, с утра до вечера. Покажи мне. Приезжали, приезжали вот... Ну, приезжали там с разных... Я видел же там с Канады этот приехал, здоровый мужик. Он на меня лоха смотрит, ну, по сравнению с ним, по физиологии. Говорит, так вы что так работаете? Вы что, вы что, киборги? Почему так? Понимаешь? Они вот, здоровые мужики, они не могли это вместить. Насколько там... Ну, вот так. Я просто сейчас больше для мужиков говорю. Насколько это... Ну, как говорят, прокачанная личность, да. Просто в житейском. Вот в житейском. В житейских вещах очень сильно опыт большой. Ну, и что он прошел? Извините меня. Педагог какой, да? Да. Смотри, вот я знаю, что епископы, ну, там вообще люди православные, духовные, в советское время. Они, знаешь, как говорили? Вот они соберутся, священники там, епископы. У тебя сколько за плечами академии? Сколько лет академии? Он такой, у меня там 10 лет, а другая, а у меня 20 лет. Они называли академию. Булак, тюрьма, академия. Понимаешь? Угнат Тихонич тоже есть эта академия. И как там поворачивались люди в этой академии, когда я вот это узнал? Ну, я вообще, ну, просто это не, это, ну, неописуемо, это не вмещается вообще в разум, чтобы, ну, чтобы люди так располагались там, да, вот когда особенно Слово Божие они изучали. Когда он давал, так, ты не куришь, иди сюда, руки помой, возьми, читай. Он читает, ну, вот как, да, вот как вот делают. И он толкует, рассказывает, толкование. Все, все в камере слушают, да, эти даже охранники тоже слушают, присоединяются. Извините меня. Это, это что, это, это, это человек в прелести, это человек, это человек в прелести, то есть во лжи. И его вот так вот располагаются паханы, которые тоже психологи, простите меня, тюрьму кто прошел, они суперпсихологи. И они что, купились вот на этого, в прелести, на этого темного, забитого, как вы на него клевещете, чего вы только не придумываете. Ну, что вы, ну, простите, посмотри в зеркало и ответь себе, ты врешь или ты, зачем ты это вообще распространяешь, эти бабьи и басни? Ну, вот так. И в совету показать нечего, да? Ну, это просто, вот взять вот этих всех, кто там сослит, на коне там скачет, с кривой шашкой, я не знаю, вот этот, даже не буду его называть, прости, Господи. Это просто, ну, ну, это детский сад, это дети, детки, просто детки, детки решили там поиграть во что-то такое, в песочнице, там, знаешь, вот так вот, там что-то. В сравнении с Титаном, Игнатием. Да, просто, ну, со взрослым, вот, с нормальным, адекватным взрослым человеком, я не знаю, этого невозможно. Как интересно, вот будьте как дети, да, на зло, на злое будьте как дети, ну, будьте мудры, да. Мудри как змии, как змии, как змии, просты как голуби. Да, то есть, я вот увидел, как бы, то, что вот мы, то, что вот я Аву Дорофея читал, да, там еще кого-то читал, а я увидел это, вот оно есть, вот вы говорите, что он против монашества, да, он супер монах, вы идите посмотрите, такого монаха, я же в монастырях был, я видел, как живут монахи, и как, и какая аскетическую жизнь ведет Игнатий Тихонович, он против монашества, простите меня, опять, посмотри в зеркало, и скажи, ты врешь или ты, что ты вообще делаешь, человек, когда ты такое говоришь. Ну, это, то есть, вот, просто, это я его называю одним словом, друг Божий, все, хочешь быть благословен, молись за него, подражай ему по какой-то степени, все, радуйся, Господа благодари, что среди нас, вот, есть пример, да, чтобы мы не оскотинились уже полностью, а шли вот к свету, ко Христу, вот он у нас еще, друга Божьего, он с нами, он молится за нас, там и все. Ну, как я... Далее, далее, избей жидов, спасай Россию, вот, еще одна, как он говорит, с двух сторон, да, справа, слева, вот, десятина, это Божье, не воруй, а священнику отдай. С другой стороны, израильский народ, да, ты можешь его покритиковать в лице, там, его плохих сынов, которые, что попало, ковиду сейчас затеяли, там, и так далее, чистку, там, планеты, все, это понятно, все, но, все-таки, благословляй еврейский народ, ну, в лице, там, Иисуса Христа, Божьей Матери, апостолов, и так далее, просто благословляй, и вот это тоже, конечно, я очень трудно, мне с этим было, ну, смириться, но я все-таки себя пересилил, и, ну, вот так вот, благословлять надо все-таки евреев, критиковать никто, не любое, вот, неправду, там, зло, но, все-таки, евреи, они евреи, никуда от этого не денешься. От них Слово Божие. Да, от них спасение, от них Слово Божие, от этого народа. Ну, негодяи, они ответят, Вадима и Духом, они, к сожалению, отошли, но опять же, опять же, что евреи, вот сейчас время приходит, не знаю, доживем, не доживем, но они примут Христа, они, они уже, вот, взять раввин булочник, вот этот, его удивительные эти пассажи все, прям, он говорит, все как есть, посмотрите его, и уже, и как бы удивитесь, но не проклинайте, а помолитесь об обращении его, и так, вот он что говорит, да, мы будем царить, придут президенты, поклонятся, будут целовать нашу туфлю, у каждого еврея будет 2800 рабов, во времена Машиаха, рабов, и мы там будем на коне, все, мы будем изучать только Тору, а Гои будут нам помогать, сделать там физически какие-то упражнения, дела, чтобы мы не отвлекались мы от великого занятия изучения Торы, там, ну, вроде бы, да, и что, и он такой, в одной из бесед, говорит, ой, как мне эта маска, как мне эта маска натирает, как она мне надоела, то есть там, кто носит маску, да, а маска это прерогатива кого, раба, а ты у господин, а что ж ты маску-то надел, и кто на тебя надел маску, антихрист на тебя надел маску, так что вот так вот, так, ну ладно, ты смотри этот ролик, потом нельзя будет нигде остыть, отвергнут, ну а что, отвергнут Христа, антихриста, и примут Христа евреи, и, как сказано, для нас, для язычников, это, ну, как в какой-то степени благо, да, что вот так евреи в таком противлении, да, чтобы мы зашли в церковь, корабль в этот, да, и так далее, вот, почему, о чем мы тут, мы говорим, как есть, это все открыто, вся информация, он об этом говорит, булочник, не скрывает ни о чем, почему нам нельзя, ну, я не знаю, конечно, благослови еврейский народ, да, благослови, нам обратились, да, вот, еврейский народ, благослови, Господи, и у них много, и почему поучиться, просто море добра, у них благо, и даже и до сих, ну, конечно, в основном вопросе, что Христа не принимают, это, конечно, ужасно, да, вот, ну, фильм «Искупление» мы, наверное, тоже там ссылочку сделаем, ну, давай, давай, я, кстати, его не помню, смотрел, не смотрел. Ну, благодарю тебя, Виталий, за такую подробную беседу, как смог, рассказ жизни своей. Все как на духу, я, главное, говорю, что без всяких, без всяких мыслей, я не готовился, ничего, вот как есть такие. Да, большие, прям, это заметно очень. Плюс борода, вот еще борода, вот, очень борода, очень сильная, для мужиков, говорю сейчас, это честь для мужчины и власть для женщины, это проверено, это факт, оно просто действует так, и все, вот, и уже хватит под каблуком ходить, выходи из этого состояния, это погибельно, вот, сказано, да, в Писании, горше смерти женщины, а еще горше под каблучник, выходи, борода, не трогай ее, это Господь тебе дал, вот этот образ мужской, зачем две мамы в доме, там, ну и так далее, для чего ты это делаешь, те женщины, говорят, побрейся мне, с собой целоваться, как бы, ну, в западло, грубо говоря. в шестнадцатом году, да, вот ты уже с бородой. Я потом один, нет, он меня, когда меня изгнали, я один раз побрился, я как бы, такой зло, такой, все равно там, человеческое-то есть такое, понимаешь. Есть такая была, да. Да, что-то такое, эй, короче, вот, а потом все, я потом, а потом не трогаю, и уже неохота трогать, потому что я, понимаешь, когда ты попробуешь из источника вкусного, хорошей, кристально чистой, живой воды оздоравливающей, ну, как ты от этого потом откажешься? Я уже попробовал, все, меня только насильно могут сбрить, и все. Ну, либо там вообще сильно зазомбировать, как-то, не дай бог. А так, нет, зачем, это благо, оно тебе, мирским языком, это, как, гешефт, еврей говорит, это гешефт, хороший такой, мощный гешефт. Бойсок кусишь? Да, на теле, мне Игнатихнич завязал его, я думаю, я не сниму его уже больше. Поясок есть при мне. Морским узлом? Он меня завязал, я думаю, все, ладно, пускай будет. Такой, какой-то обычный, такой, шнурок. Не, ну, польза большая, прям, я говорю. Вы когда приехали, вот, после последней поездки, так тебя вообще не узнать было? Я говорю, что там с Италием сделали? Ну, не знаю, так что вот так. Все благостно. Вот. Так что я так скажу, что если мы не покаемся вот сейчас, ну, то вообще ничего не будет. Нас метут с лица земли. Вот этими всеми шприцами, я не знаю, чем они хотят. Понимаете? Только вот десятина, благословение еврейского народа, покаяние, вот это все, Слово Божие, да, за него надо держаться. И тогда, может быть, может быть, Господь там, ну, что-то, какой-то, маленечко там, да, отодвинет вот этот, как, вот эту большую бурю, да, цунами, которая на всех нас, уже не только на русских, на все народы движется. Цунами. Бич, бичи Божьи. Вообще, просто цунами. Вот посмотрите, 2004 год, как там снесло Японию цунами. Вот такая тема идет на нас. Это мы просто не видим, но это такая идет очень, на всех причем, и на евреев, и не на евреев, на всех цунами идет. Вон, посмотрите, в Израиле очень сильно, очень сильно их гнобят, так скажем, так же, как и просто гнобят, просто гнобят. Ну, там, может, тоже вопрос такой, знаешь, они там хотят, чтобы чистый оставить его. Одни евреи, чтобы жили, а излишки, полукрофт, ну, это ладно, это их дела. Все, да. Ну, я не знаю, вот этот ролик выставлять на Игнате Ихановича канал, думаю, что могут там, могут там они это. Сейчас же Ютуб литует просто, просто, сносит просто. Я и говорю, что ты лишнего. Ну, или вырежи, он все сносит. На обычном канале, там можно, на вот 20-20, там не жалко, а вот тут, ну, а что, ну, а так, надо бы говорить об этом, я думаю, тоже. Вообще, надо бы начитать. Володя вот стал читать, но надо бы, какого, вот этот вот, хорошая книга, изумленный Христом, изумленный Христом, как сын Равина, как стал православным священником. Очень хорошая книжка. Очень хорошая. Да, на бельку решит и слушал? Нет. Я прослушала, я прям вот меж. Это про ислам? Да, как мусульманин обратился. Нет, я не знаю. Ну, ты послушай, я рекомендую. либо... А кто, кто начитал ее? Ну, ее и Володя начитал, и есть еще начитка там, какой-то, мне кажется, мусульманка она, девчонка. Вот надо, надо, чтобы начитал тот, кто, ну, такой, какой-то, ну, я не знаю, чтобы можно было слушать без... Ну, я тебе скину там, посмотрим. Ну, это либо надо самому прочитать, либо вот все-таки прослушать. Либо ты начитай, вот. Надо кто-то так, чтобы... потому что... Не, она хорошо начитала. Если читать, то читать, а зачем вот это все? А, Б, М, ну, и так далее. Это оно никто не будет это слушать. Ну, это так и есть. Надо, чтобы кто-то занимался своей, вот если ты... Есть талант читать, ну, читай. Так, ну, давай мы с тобой закруглимся, время уже полтора часа. Ладно, спасибо Христос. Да, тебя спасибо Христос. Я знаешь, поговори еще вот с папой Вячеслава. Ну, да, у нас в планах. Потом с самим Вячеславом поговорим. Ты с папой Вячеславом разговаривал, ты говоришь. У меня есть, да, у меня тихо там, тихо его, его надо просто звук, чтобы кто-то, ну, поднял его звук, я не знаю. У меня есть его беседа, хорошая беседа с ним. Поговорите все равно, у тебя свои вопросы позадавай. Ну, и с другими братьями тоже, с сестрами там, я не знаю. Все уже, да, там уже работа ведет. Я рад, что ты вот так вот делаешь. Это очень, это самое нужное, то, что сейчас нужно. Конечно, как? Вот я сама, просто, когда пришла, я же вообще, вот, ни Бога не знала, как говорится, ничего. И мне было интересно, как вообще люди к вере-то приходят. Вот, в книгах написано, вот, у Игната Тихоновича, ну, там как-то вот, не так. А вот же все равно, живое общение, человек рассказывает, он вспоминает это, и вот какие-то эмоции, вот они передаются. Вот, с братьями и сестрами пообщались, это... Это мои любимые вот беседы по скайпу, кто-то звонит, Игнат Тихонович, особенно вот те еще древние, и вот хорошо прям, такие беседы, самое интересное. Про жизнь, как раз. Богом. Помолитесь за Виктора Усопшего, за Людмилу, чтобы страх Божий был, как вера, истинная святая, ну, и у нас, чтобы у всех возрастали в вере, от силы в силу, с помощью Божьего Слова, благовестия. А еще о благовестии так скажу, что... Это апостолы должны были, да, только делать. Вот еще последнее, да? Ну как, а ты когда нашел вот жемчужину, ну, там, какое-то сокровище, которое не издевает, которое не кончается, которое не кончается, реально, которое оно, ну, оно прибывает постоянно и даже умножается, ну, как ты можешь об этом молчать? Ты же будешь говорить, оно не кончается, вот это ты уясни себе, что оно не кончается, оно наоборот, когда ты его делишься, оно еще больше к тебе приходит. Вот то самое интересное. Ну и как, как мы можем? Все, что ли, апостолы отработали, а мы рот на замок, или как? Вот я это не пойму, они его все... Что, это же апостолам было дано, а ты что, протестант, что ли, или кто ты? Вот это мне... Повещие пошли, зарыли, да, как притчат. и что потом сделал Господь с тем, кто зарыл? Надо вот этого, ну, просто бояться. И вот так по возможности, как мы можем, да, хромые, слепые, там, все в ранах, все в шрамах, это понятно, но нужно все равно, по мере талантов данных, нужно вот так вот прославлять. И еще знаешь, что меня поразило? Я скажу еще. Священники, вот все перед ними скачут, и пляшут, и в рот им заглядывают. А смотрите, что Господь сказал. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не покаетесь, если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваок, то я пошлю на вас проклятие. И прокляну ваши благословения. И уже проклинаю. Три раза проклятие. Если вы не будете воздавать славу имени моему, я отниму от вас плечо и помет, раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших и выбросят вас вместе с ним. Ну вот так вот. Это Господь сказал, живой Бог сказал о священниках. Так что не все то золото, что блестит в том плане, что не все то благословение, что есть благословение. Оно, оказывается, может быть и проклятием. А сверять надо с чем? Со Словом Божиим. Да. С Библией сверять. Он благое слово тебе глаголит? Или он все-таки, из уст его уже, яд змеиный уже стекает? И вот это уже, и уже сейчас вонзится в твое тело вот этот вот зуб искривленный, змеиный. Так что вот так. Ну как-то так. Спаси Христос. Ну давай, с Богом, брат. Аминь. Аллилуйя. Слава Христу. Слава Христу. Та-та.